Сентябрьские выборы 2022 предполагают избрание губернаторов, представителей органов местного самоуправления, региональных законодателей. Свой выбор отдают россияне по всей стране. В Новоульяновске решается, кто сядет в кресло депутатов городской думы. В списках 47 кандидатов. Свой гражданский долг исполнил глава муниципального образования Геннадий Деникаев. Народ формирует власть через избирательные участки. И поэтому народ должен сам взять в свои руки управление. По большому счету, они когда выдвигают своих кандидатов, выбирают своих кандидатов, они формируют депутатский корпус. А уже депутатский корпус – слагаемый исполнительной власти. Поэтому к выбору просят подходить осознанно. На избирательном участке соблюдены все необходимые требования. Видеонаблюдение гарантирует прозрачность и честность процесса. Для удобства и безопасности компанию проводят в три дня – с 9 по 11 сентября. Моя роль заключается в наблюдении, чтобы выборы были прозрачны максимально, чтобы подтасовок никаких не было. Все было честно, все было опломбировано. Полдень 9 сентября огласили актуальную информацию по числу избирателей. В Новоульяновске проголосовали 358 человек. Параллельно идут выборы в Барышском районе. Здесь определяют состав местных советов. Свой голос отдали почти 900 жителей. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда. ТВ.